У меня очень плохая память, но Лешины стихи я помню наизусть. Некоторые попробую прочесть. На эту песню была музыка, но музыка сложная и Моцарт, поэтому я не спою, а просто прочитаю, и это называется «Говорящая котлета». Говорящая котлета на одном столе жила, Говорящая котлета говорящую была, Говорить она любила, говорила дни подряд О себе, о том, что было, и о том, что говорят, О футболе, о погоде, но настал ее черед, Унеслась на бутерброде к дяде Петя прямо в рот. И подумал дядя Петя, без чудес устроен свет, Очень жалко, что на свете говорящих нет котлет. Вот возьмем котлету эту, видно, снова взял не ту, Думал он, жуя котлету, говорящую котлету, Замолчавшую во рту. Вот такой прекрасный дешевый, удивительный, бесславный. Мне очень нравилось, у него есть и игровые стихи, и есть стихи очень тонко-лирические, в чем видна его какая-то удивительная лиричность. Я прочитаю стихотворение, которое называется «Бездомная кошка». Однажды я встретил бездомную кошку. Как ваши дела? Ничего, понемножку. Я слышал, что вы тяжело заболели. Болела. Так значит, лежала в постели? Лежала на улице много недель. Бездомной мне некуда ставить постель. Как странно, я думал, что в мире огромном Нет места собакам и кошкам бездомным. Послушайте, кошка, пойдемте со мной. Темнеет, и значит, пора нам домой. Мы шли с ней по улице гордо и смело. Я молча, а кошка тихонечко пела. О чем она пела? Наверное, о том, что каждому нужен свой собственный дом.